Девушки отдыхают 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 собираются не в Швецию, с которой все началось, где его обвиняли в изнасиловании, там-то обвинение рассыпалось, а в США, чьи секреты он, собственно, публиковал на Викиликс. Главным редактором портала он, собственно, является. Возникает вопрос, зачем было сидеть семь лет, сидеть и ждать? У нас, кстати, сегодня в эфире, у тебя, Даша, в эфире, Владимир Владимирович Познер говорил, что два года назад был у Ассанжи, и тот ему рассказывал, что уверен, что его выдадут. Зачем тогда нужно было сидеть, раз он был уверен? Михаил Ходорковский в Твиттере, да, многое знает по поводу осидок, написал, вот цитата, «Ну и стоило сидеть семь гребаных лет в самозаключении. Странный парень, жалко его». Впрочем, тоже и самому Ходорковскому писали еще несколько лет назад. Ну, на самом деле, да, в Штатах сейчас активно задаются вопросом, зачем было столько времени ждать. С другой стороны, Ассанж, напомню, он совершенно не вписывается ни в какие существующие, где бы то ни было, в Америке, в России, в Австралии, в Эквадоре, правила. Хочу напомнить, что этот человек первый раз, собственно говоря, первый раз его арестовали за взлом сервиса, вот я сейчас напоминаю, за взлом центрального сервера канадской телекомбинационной компании Нортелл Нейтворкс, в 91-м году, когда ему было всего 20 лет. А хакерством он увлекся уже в 16 лет. Он купил модем, напомню, стал работать в сетях до интернетовской эпохи. И, причем, хочу напомнить всем, его ник, Мэндакс, интернет-псевдоним, связан с оксимароном Горацио. И, значит, собственно говоря, имеет отношение к термину «великолепный лжец». Собственно говоря, этим великолепным, таким красивым лжецом он, собственно, всю жизнь и хотел представать, и успешно представал перед публикой. Замечу еще, что мы сейчас с вами его обсуждаем. Не знаю, как вы, но я нечто подобное легкой такой профессиональной зависти к его профессиональному, безусловно, успеху испытываю. И знаю очень многих хакеров и моих коллег, умудренных опытом журналистов, которые там старше и меня, и Асанжа, лет на 10-20, включая того же, кстати, Владимира Ивановича Познера, мы с ним сегодня тоже по телефону общались, который считает, что, безусловно, Асанж, ну, Асанж, что называется, made it to the top, то есть, ну, достиг просто максимально возможных результатов для журналиста, блогера, хакера. Да, абсолютно, просто мастодонт и глыба человек, который занял свое место в истории. Что касается реакции, ну, удивительно, конечно, но лучший политологический анализ на эту тему сегодня, на мой взгляд, осуществила Памела Андерсон, не Владимир Ивановича Познера. И вот вид был таким, как ты могла, Великобритания, ну, конечно, ты шестерка Америки, тебе нужно отвлечь внимание от вашей идиотской хрени с Брекзитом. Кстати, она там, конечно, написала не шестерка, она написала там American Beach, что, значит, немножко пожестче, да. Вполне, кстати, удивительное, экстравагантное, но, тем не менее, экспертное мнение. И поэтому вот то, что я сейчас сказал о Бассандже, о том, чего этот человек достиг, вот мне кажется, именно это, в первую очередь, стоит иметь в виду. Именно это он сам сейчас имеет в виду. Я уверен, что ему совершенно, на самом деле, все равно, сколько времени он провел в Эквадоре. Это человек, который всегда жил в своем собственном внутреннем мире и будет продолжать там жить еще достаточно долго. Внешние события, события внешнего мира, признания, непризнания, выглядит он на 100 лет или на 20, седая у него борода, или он вообще без бороды, его это не волнует. Он выступил против системы и выступил абсолютно успешно. О том, что система думает о его выступлениях и в Америке, и в России, кстати, сегодня в нашем эфире мы узнаем от Марии Захаровой. Я так заранее анонсирую наш Нью-Йоркский сквозной эфир, поскольку она обещала сегодня выступить и рассказать, что она думает по этому поводу. Но, повторяю, что бы ни думала Мария Захарова или что бы ни думали представители Вашингтона, этот человек добился успеха. Ну, кстати, если я правильно тебя услышала, Стас, наверное, ты оговорился, ты сказал, сколько лет провел Асанша в Эквадоре, он как бы провел-то это время в посольстве, фактически... В Эквадорском посольстве, да. Ну, на самом деле, фактически, если прям совсем разбираться в ситуации, ты был прав, потому что посольство Эквадора это территория Эквадора, но какая маленькая территория... Является территорией суверенного государства. Действительно, как ему было, наверное, не просто столько времени в заточении добровольном находиться. Вот Рома тоже говорил, что он главный редактор Викиликса. А я, насколько помню, в прошлом году он покинул пост именно главного редактора Викиликса и покинул как раз из-за того, что у него были проблемы с интернетом. То есть его постепенно ограничивали, ограничивали, ограничивали. Это очень странная история с интернетом, потому что действительно говорили, что ему отключили интернет, что ему к нему не пускают гостей. А сегодня президент, собственно, Эквадора, объясняя свое решение, говорил, что он сам отказался от этого интернета. То есть не хотел работать главным редактором Викиликса, наверное. Но у него был телефон для связи с миром, с мобильным интернетом. Но от той сети, которую ему предоставляло посольство, он отказался. Он заблокировал все камеры, которые у него там стояли в комнате. Поставил какие-то следящие программы. Но это, по крайней мере, то, что говорил президент. Ну, все довольно сложно было. Президент Ленин Морено. Да, ну, я хотела бы к реакции вернуться, к реакциям. Вот Стас уже проанонсировал беседу с Марией Захаровой, но я про другие какие-то отклики из России. Многие, конечно, отнеслись здесь к Ассанжоусу с сочувствием. Вот Маргарита Симоньян, например, даже написала, что надо было ему в свое время в наше посольство идти. Жил бы сейчас, как Сноуден, ездил бы в Сочи. Знал бы прикур. Практически свободно общался с кем хочет. Я бы его научила раков варить. Это я цитирую телеграмм Маргариты Симоньяны. Интересно, что она имела в виду, конечно, что мы бы его точно не сдали американцам. А если бы Британия давила, то что, тайно вывезли бы его в чемодане Баширова и Петрова или в багажнике посольского автомобиля? Ну, ладно, тут как бы шутить, рассуждать бессмысленно, потому что в российское посольство основатель Викиликс все-таки не пошел. Как мы знаем, давайте вернемся к другим комментариям из России. Среди российских реакций сегодня была одна, которая многих удивила и даже потрясла. Мне кажется, кого-то это реакция Леонид Волкова, соратника Алексея Навального. Он написал, что сегодня день хороших новостей. Сравнил отставку президента Судана, вернее, отстранение его от власти военными, с вот этим вот арестом. И добавил, что и Аль-Башира, и Асанджа ни капли не жалко. Я даже снова процитирую, здесь имеет смысл. Человек всю жизнь занимался гринмейлом и рэкетом, воровал деньги клиентов у банков и шантажировал банки взломами и утечками. Именно его работа на Путина и на Арти, раз что дэй, настоящий Асандж, а не короткий светлый эпизод с Викиликс, по которому его все знают. Интересно, что абсолютно все то же самое говорили по поводу Навального, и что он занимался и занимается шантажом, и что он получает якобы свои материалы от разных спецслужб. И вообще тут я уже от себя, не от тех комментаторов, которые про Навального говорили, предположу, что они довольно похожи, Навальный и Асандж, даже по характеру. А ты знаешь, что к Асанджу не только Волков, но и другие, скажем так, условно российские либералы относились довольно странно, особенно те, кто настроен совсем прозападным. В частности, Юлия Латынина я слышала, она утверждала, что он расшатывает лодку своей деятельностью, позволяет тоталитарным странам говорить, что вот эти американцы, они такие же, сдают материалы врагам. В принципе, в этих аргументах, ну, кое-что есть на самом деле. Когда Викиликс начиналась, с ними можно было бы и трудно не согласиться. Но вот в последние годы, когда Асандж появился на Арти, после всей этой истории со взломом имейлов, которые осуществили российские хакеры, передали их Викиликс, вот, ну, причем, возможно, это даже не была работа слепую. Викиликс, я не исключаю, знали, что и от кого они получают. Ну, и к тому же, заявления Асанджа, направленные против США, они тоже не совсем однозначны, но это не только против США, а вообще западных стран. Он, например, заявляет о прослушках Великобритании. Ну, камон, в России это давно происходит, о том, что власти США ведут на охоту на ведьм. А не хочет ли он посмотреть, как Кремль прессует, я не знаю, активистов в открытой России. А про это Асандж не говорит на конференциях правозащитников, куда включается по... часто включался по связям. В отличие, например, от Сноудена, который не стеснялся критиковать Москву при попытке запретить Телеграм. Ух. Стас? Ну, ты знаешь, ты, во-первых, нет, во-первых, Ром, ты абсолютно прав. То есть я просто в данном случае подпишусь под каждым твоим словом. А с другой стороны, замечу вот что. Вообще, люди, которые занимаются такой нахальной, смелой журналистикой, интернет-журналистикой, особенно сейчас, в разных странах, которые занимаются разоблачением коррумпированных режимов, высокопоставленных чиновников, дипломатов. Что делал в данном случае? Что делал Асандж? Он занимался разоблачением коррумпированных чиновников, дипломатов, военных преступников на самых разных уровнях, публиковал секретную переписку. И на самом деле, я совершенно четко знаю, что деятельности Асанджа были недовольны одно время и в Кремле в том числе, и в российском МИДе в том числе, потому что, конечно же, среди этой переписки была и переписка воспоставленных российских чиновников. Другое дело, что просто в какой-то момент Кремль достаточно грамотно, как мне кажется, воспользовался этой известной оппозиционностью Асанджа. То, что Асандж в какой-то степени это зеркало Навального, безусловно, так же, как Мария Захарова, то в известной степени зеркало Псаки, ну и так далее, да. При этом, даже если ты прав, осуждая некоторые особенности поведения Асанджа, давай не забывать, что он все-таки один человек, выступивший против даже не Америки, а всей системы, и всей западной системы. Более того, я к этой западной системе, в данном случае, отношу и Кремль. И многие его разоблачения, если не изменили мир, то открыли людям глаза на очень многие вещи. Кстати, ведь мы именно от Викиликс узнали о пытках и расстреле мирных людей. И, кстати говоря, вот если говорить о Кремле, именно из слива американской диппочты, которая была опубликована на Викиликс, мы узнали, что дипломаты США считают Россию мафиозным олигархическим режимом. Это, надо сказать, было до 2014 года. Конечно, это тоже. Кстати, в Штатах есть понятие don't shoot the messenger. Да-да-да, в России это звучит как не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Не стреляйте в пианиста. Ну, слушайте, мне кажется, здесь еще довольно интересно, как на это все должен отреагировать Трамп. Я сейчас специально проверяла, насколько я понимаю, вот из последнего он говорит, что ничего не знает про Викиликс. Ну, это так, я поверхностно сейчас посмотрела последние сводки, новостные, ну, вот да, сказал журналистам, что он ничего не знает о Викиликс. Это не мое дело, видимо, it's not my thing. Такие пока комментарии, но, я думаю, что-то дальше последует. И здесь интересно, что, с одной стороны, Трамп борется со всякими утечками в администрации и чуть-чуть что обвиняет всех в заговоре против Америки и попытках свержения власти и прочим. С другой стороны, в 2016 году он призывал Россию взломать почту Хиллари Клинтон. Потом, правда, он говорил, что все это шутка, пришлось ему объясняться, но утечка-то была и эта история, в общем-то, неплохо помогла Трампу во время его кампании. Кстати, по поводу Трампа и Хиллари, у Ассанжа, я сегодня отслушивал это все, и у Ассанжа на одной из конференций спросили, собственно, Трамп или Клинтон. Как вы думаете, кто выиграет и за кого бы вы, собственно, стали голосовать? И Трамп сравнил, господи, Трамп. Ассанж говорил, да ужасный какой выбор, это как выбор между холерой и гонореей. Ну, вот не знаю, интересно, будет ли жестко требовать Трампа выдачи в Америку Ассанжа или нет? Поглядим. Это любопытно. Ну, смотрите, смотрите, я, опять же, мне кажется, совершенно логичным, вот при прочих равных Трамп, на мой взгляд, должен был бы полностью от начала до конца Ассанжа поддержать и занять позицию примерно такую. Ну, смотрите, Ассанж разоблачал предыдущей администрации в первую очередь администрацию той же самой, того же самого Обамы, да? И, если не ошибаюсь, в документах, которые Ассанж сделал доступными к гласности, есть и документы, касающиеся деятельности Хиллари Клинтона на посту госсекретаря Соединенных Штатов. Поэтому, с этой точки зрения, Трампа руки развязаны. Ассанж ни разу не критиковал и не имел возможности каким-то образом повлиять на его репутацию, подмочить что-либо, имеющее отношение к его трамповскому прошлому. Поэтому, здесь у него, повторяю, руки развязаны. С другой стороны, его могут, в этом смысле, сожрать свои же, если он все-таки не займет какую-то жесткую позицию. Поэтому, на мой взгляд, позиция Трампа будет так или иначе достаточно ясная. Либо это будет позиция, что Ассанж большой молодец, либо это будет позиция, что, нет, все-таки, конечно же, Ассанж предатель. Если бы речь шла о Сноудене, с которым уже здесь проводились какие-то параллели, не только Маргарита Сомоняна эти параллели проводила, то, разумеется, конечно же, Трампа поддержала разведывательное сообщество Соединенных Штатов в очень жестком осуждении Ассанжа. Но Ассанж все-таки не Сноуден при всех возможных параллелях. Ассанж не изменял американскому государству, Ассанж не является гражданином Соединенных Штатов Америки, поэтому невозможно предъявлять ему те же претензии, что предъявлялись Сноудену. И поэтому, мне кажется, что позиция адвоката Ассанжа сегодня, который считает, что ему угрожает чуть ли не не просто серьезное преследование, а его жизни угрожает опасность на территории Соединенных Штатов. Мне кажется, эта позиция немножко лукавая. Но, опять же, анонсируя на сегодняшний нью-йоркский эфир, замечу, что сегодня американские адвокаты очень подробно объяснят, что же в криминальном юридическом плане может ждать Ассанжа на территории США. Ну, вот, кстати говоря, сегодня тоже много обсуждали то, что Британия обязалась не выдавать Ассанжа в страну, где ему может грозить смертная казнь. А, как мы понимаем, в США смертная казнь есть. Правда, обвинение ему, конечно, придавлено, да, Стас, ты сказал, не в спинаджах. Но она есть, но ему грозит пять лет. Да, так в Минюсте говорят. Ему пока предъявлены обвинения только в хакерстве, но мы понимаем, что когда он окажется на территории Штатов, обвинения могут и поменять. И вот вопрос, поступит ли та самая мировая система, о которой мы сегодня говорили, честно по отношению к своему условному врагу, или, ну, не знаю, топчется по нему по полной. Ладно, давайте этот вопрос повесим в воздухе, пойдем дальше, а то ничего не успеем.